Я приветствую тебя на этом уроке и сегодня мы поговорим с тобой о том, что такое эмоциональное выгорание, какие его стадии и какие его особенности. На этот урок можешь приготовить краски или карандаши, клей, бумагу, цветную бумагу, ножницы. Это все понадобится для упражнения обожженные крылья, которые я дам тебе в конце урока. Очень интересное упражнение, не пропусти. Кстати, цветную бумагу можно заменить перышками, ленточками, бусинками. И давай начинать. Термин эмоциональное выгорание относительно молодой и был введен в 1974 году американским психиатром Гербертом Фрейденбергером. И он дал этому синдрому название burn-out, что значит состояние психического или физического истощения, вызванного профессиональной жизнью. Что это значит? Эмоциональное выгорание — это состояние нарастающего эмоционального, мотивационного, а также физического истощения, которое сопровождается чувством опустошения и безнадежности, циничным отношением к работе и к другим людям. Мы сегодня будем говорить о разных этапах эмоционального выгорания, и ты увидишь, что циничное отношение к работе, к другим людям проявляется не у всех и не всегда. Для представления о стадиях эмоционального выгорания давай представим перед собой такого крутого супергероя. Ты можешь выбрать себе любого героя. У меня, например, возник перед глазами сейчас хрестомантийный образ такого супермена в красном плаще с широкой улыбкой, который летит рукой вперед и спасает весь мир. И сейчас мы с тобой отразим с помощью этого супергероя стадии эмоционального выгорания по классификации Гринберга. Для удобства восприятия я приготовила для тебя схему стадий эмоционального выгорания, и ты можешь видеть сейчас ее перед собой на картинке. Так вот, этот супергерой сначала доволен своей учебой, ему все нравится, он горит делать, он берется за любые задания. Однако по мере стрессов учебная или профессиональная деятельность начинает все меньше нравиться, начинает раздражать иногда, человек начинает уставать. И это первая стадия эмоционального выгорания. Вторая стадия, это когда появляется апатия, могут возникнуть проблемы со сном, возникает усталость. Если нет хорошей мотивации, то теряется интерес к своему труду. Исчезает привлекательность учебы в данном учреждении, возможны нарушения трудовой или учебной дисциплины, отстраненность от выполнения обязанностей. Если есть высокая мотивация, то человек продолжает гореть, выполняя свою работу в ущерб себе и своему здоровью. И это вторая стадия эмоционального выгорания. Если не обратить на это внимание, то появляются хронические симптомы и третья стадия эмоционального выгорания. Измождение, проявление заболеваний, а также психологические переживания, возможно озлобленность, злоба или наоборот подавленность. Иногда возникает ощущение загнанности в угол. Иногда на этой стадии еще возникает такой синдром менеджера. Это постоянное состояние нехватки времени. Сейчас, когда я говорю о эти стадии, отслеживая, как они проявляются, возможно проявлялись когда-то у тебя или может быть у кого-то из твоего окружения. На четвертой стадии появляются уже, как правило, хронические заболевания, в результате чего человек частично или полностью теряет свою работоспособность. А еще здесь усиливаются переживания неудовлетворенностью своей эффективностью и качеством жизни. Пятая стадия. Наш герой больше не герой. Физические и психологические переживания переходят в острую форму и могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни. Появляется столько проблем, что самые значимые сферы жизни находятся под угрозой. И здесь человек может начать неуважительно относиться к тем, с кем дружит, с кем вместе учится, с кем вместе работает, к своим учителям, к наставникам, к преподавателям. На этой стадии человек часто не видит и не может оценить свои действия. И здесь очень часто бывает нужна помощь специалиста, помощь психолога. Потому что самому человеку бывает очень сложно выйти на этой стадии из эмоционального выгорания. Вспомни сюжеты из соцсетей или из передач, когда вроде бы положительный ученик вдруг начинает оскорблять своего учителя. Или заслуженный учитель, хороший педагог вдруг начинает оскорблять ученика. Здесь скорее всего речь идет как раз таки об эмоциональном выгорании. Выгорание может возникать в одной из сфер, а может возникать и сразу в нескольких сферах. У всех у нас в какой-либо момент жизни появляется эмоциональное выгорание. И важно уметь это выгорание вовремя отследить и помочь себе. Помочь себе, чтобы это выгорание не перешло в стадию обострения, не перешло на четвертую, на пятую стадию и даже на третью стадию. Вовремя остановиться, вовремя помочь себе, вовремя переключиться. И на этом курсе дальше я тебе буду рассказывать, как это можно сделать. Перейдем к причинам эмоционального выгорания. Самые, пожалуй, распространенные причины эмоционального выгорания у подростков – это личные. У подростков часто бывает эмоциональная нестабильность, возникает комплекс спасателя. В силу возрастных изменений, гормональных изменений может возникнуть депрессия и эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание может также спровоцировать низкая самооценка, агрессивность, раздражительность, чувство беспомощности. И, кстати, подробно о возрастных изменениях я рассказываю на курсе «Учим общаться, коммуникации для детей 9-12 лет». Если для тебя это важно, ты можешь пересмотреть этот курс и взять оттуда для себя полезную информацию. Причины эмоционального выгорания бывают также ситуативные и организационные. Перечислю для тебя несколько основных причин, а ты можешь для себя их отмечать. Первая причина – занятия, которые находятся в группе риска. Бывает, что подростки подрабатывают волонтерами, помогают бездомным, подрабатывают в колл-центрах, в центрах какой-то помощи. И если сильно включаться в процессы и в проблемы других людей, то, конечно, можно выгореть. И это одна из причин. Вторая причина – ненадежность работы, учебы, отсутствие четких стандартов, требований тоже может привести к эмоциональному выгоранию, когда ты не знаешь, чего от тебя хотят, а ты не знаешь, как правильно сделать и какой будет результат в итоге. Третья причина эмоционального выгорания – это финансовые сложности. Когда не получается пойти на любимую секцию, когда не хватает денег на какую-то нужную и полезную покупку, когда есть долги, когда есть кредиты. Конечно, все эти ситуации выматывают и тоже часто приводят к эмоциональному выгоранию. Четвертая причина эмоционального выгорания заключается в завышенных требованиях учителей, родителей, наставников, тренеров. Конкуренция с другими ребятами. Здесь я тебе сразу хочу дать совет такой. Не надо конкурировать с другими. Конкурируй прежде всего с собой. Замечай, каким ты был вчера, как ты развиваешься и каким ты становишься к завтрашнему дню. Еще одна причина – эмоциональная насыщенность контактов с другими людьми. Также причиной для выгорания может послужить высокий уровень ответственности, так называемый синдром отличника. Когда все надо делать отлично, только на 5, когда включается такой перфекционизм, что мы пытаемся все отшлифовать до идеального. От этого можно выгореть. К выгоранию ведет также, когда перед нами ставят слишком сложные задачи или слишком сжатые сроки для их выполнения. Когда нет поддержки, когда нет грамотной помощи со стороны сверстников, родителей, учителей, тренеров. Все это, конечно, тоже может способствовать возникновению выгорания. Еще раз повторюсь, что мы все в той или иной степени можем быть подвержены выгоранию. Важно это вовремя увидеть и отследить у себя. А сейчас давай поговорим с тобой о признаках эмоционального выгорания. Я сейчас буду называть признаки эмоционального выгорания основные. А ты отмечай себе, удавалось ли тебе замечать эти признаки у себя или у кого-то из своего окружения. И если ты найдешь несколько признаков, то возможно уже есть эмоциональное выгорание. Здесь нужно определиться уже со спектром работы и преодоления этого синдрома. И эти признаки, кстати, ты видишь сейчас перед собой на картинке. Если уже с утра ты просыпаешься усталым, разбитым, то это может быть признаком начинающегося эмоционального выгорания. Следующий признак – резкое снижение учебных способностей. То есть если то, что вчера тебе давалось легко, сейчас вдруг начинает получаться сложнее, хуже, то это тоже может свидетельствовать о выгорании. Выгоранию также способствуют внезапные вспышки гнева, агрессии или, наоборот, состояние какой-то грусти, беспомощности, состояние апатии, подавленности или частые смены агрессивного и угнетенного состояния. Частым симптомом эмоционального выгорания у подростков также является такой признак, как самобичевание. Когда подросток говорит о себе, я ненавижу себя, я глупый, у меня ничего не получается. И это тоже, конечно, может говорить о начавшемся выгорании. Не реже измотанные школьники склонны и жалеть себя. И жалость к себе – это тоже возможный признак эмоционального выгорания. Жалость к себе здесь имеется в виду постоянная жалость к себе в разных ситуациях, а не только в какой-либо одной ситуации. Апатия, кстати, тоже постоянный спутник эмоционального выгорания. Если подросток все время говорит, мне все надоело, да все равно ничего не получится, да это неинтересно. Это тоже может говорить о начавшемся и уже развивающемся эмоциональном выгорании. Выгорание еще часто сопровождается неприятными ощущениями в мышцах, головной болью, проблемами с пищеварением, заболеваниями ногтей, кожи и выпадением волос. И если ты замечаешь эти признаки у себя или у кого-то из своего окружения, то обрати, пожалуйста, на них внимание и, возможно, тебе или другому человеку нужна помощь. И тогда пересмотри внимательно этот курс и, возможно, возьмешь себе что-то для работы. А прямо сейчас я приглашаю тебя выполнить упражнение обожженные крылья. Оно очень вдохновляющее, творческое и подробное описание этого упражнения ты найдешь в практическом задании к этому уроку. А я желаю тебе успехов и до встречи на следующем уроке.